Радио 54 Как он понял Мне сначала показалось, что кто-то другой в комнате Понимаете, вот ты видишь человека Арабской наружности, он сидит курит Ну в Вардании, все курят в офисах И тут он вот это вот изрекает Говорит, да ты что не переживай У меня папа местный варданец, а мама из Одессы Поэтому у меня две родины Так что, вы знаете, это был такой Легкий коллапс, мне пришлось какое-то время Так настраиваться, потому что я никак не мог Ассоциировать этого человека Что же ты друг в Одессе не остался Я туда езжу, у меня там друзья И вот это вот долго Несколько дней я не мог к этому привыкнуть Но это было очень классно, это было необычное Вот, кстати, о языковых барьерах Наверное, путешественнику и документалисту нужно знать много языков Да? Нет? Как у вас? Много проблем с языковым барьером? Вы же знаете, счастья много не бывает У меня основной, что называется, рабочий Иностранный язык Это английский, дальше немецкий, французский И в такой скромный Очень скромный На бытовом уровне арабский Я его специально учил Порядка года для того, чтобы как раз Поехать в это путешествие Да, вот в этих вот странах чувствовать комфортно Дело в том, что бывают такие ситуации Я всталкивался, когда ты приезжаешь в какое-нибудь место Не туристическое, а там таких много И ты понимаешь, что какая разница Сколько ты знаешь иностранных языков Когда ты не знаешь простейших слов на местном Ты даже иногда объяснить не можешь А игра крокодилу не помогает? Ну вот иногда помогает, иногда не помогает Достаточно хотя бы базового знания Чтобы тебя люди поняли, чтобы ты их понял И это очень классно, потому что арабский язык Это весь аравийский полуостров И практически весь север Африки Итак, про сложности с передвижением В Грузии есть два самых таких далеких И труднодоступных района Это Тушетия и Хефсуретия В Тушетии, кстати, снимался известный Всеми любимый фильм «Мимино» Мы, кстати, в фильме прямо заехали В эти самые села И даже разограли сценку Прямо я смонтировал кадры из фильма И где мы идем прямо по этому самому месту Да, и сложность заключается в том Что попасть в эти районы Можно только три месяца в году на машине Потому что все остальные девять месяцев Все эти перевалы заметены И дорога закрыта И несмотря на то, что у нас был достаточно Хороший опыт езды в горах То есть мы ездили и в Каракумах Которых мы недавно... Каракарумах, извините Карамкарум? Каракарум, да, не Каракумы-то пустыни Оговорился И конфеты И конфеты, да Ездили в Гималайх В Теншане И на Памире И, в принципе, были готовы Ну, почти к любым дорогам Но, тем не менее После вот дороги в Тушетию И обратно, особенно Мне еще дня три, наверное, знаете Так вот летал во сне Потому что оказалось, что ты падаешь Это вот бесконечная вот эта серпантина И вот он идет вверх-вверх Ощущение полета Поэтому иногда в такие места В принципе сложно попасть даже на машине Это первая, например, сложность Вторая Это вот вопрос документальности Как я это называю Не везде все можно снимать И не всем Например, когда мы заезжали в Иран Хорошо, что с нами был Мы познакомились с иранцем Который вместе с нами был Мы его посадили к себе в машину Он сказал Ребята, две вещи сразу Убирайте из машины Это коптер Его обязательно заберут И никакой жидкости Чтобы она содержала алкоголь Вот никакой Заберут, а еще и посадят Вот Закончилось тем, что коптер Мы благополучно отправили в Новосибирск Чтобы не было у нас проблем Вот А один из наших товарищей Все-таки забыл бутылку вина Ну и Слава Богу С нами был местный житель Который Решил эту проблему Они дошли за угол Разбили Он как-то там Уговорил этого Местного сотрудника Чтобы нам ничего не делали Хотя известны случаи Когда людей просто Садят на несколько суток За то, что они пытались Провести что-то в Иран И то же самое касается съемок Очень осторожно Например, в этих странах Нужно снимать Женщин Потому что Ну это восток Желательно вообще Попросить разрешения Чтобы это можно было делать И не все объекты Тоже можно снимать Особенно в Иране Когда ты проезжаешь Там смотришь Там прям перечеркнута фотография Написано Не снимай Ты видишь какие-то военные объекты Страна, которая находится Там под санкциями В состоянии В каком-то таком предвоенном Это может быть Ну тебя могут просто загрести И назвать тебя шпионом Это может быть огромной проблемой Поэтому вот такие сложности встречаются Ну и вы что-то не сняли Да? Что очень хотелось? Ну не всегда все получается Снимают Например, очень хотелось С воздуха поснимать города Да? Но сейчас законодательство Почти во всех странах Сильно закручивается Гаечки закручиваются И мы в итоге купили другой коптер Гораздо меньше Компактный Который вообще вот Можно почти в карман положить И мы им снимаем Только в безлюдных местах Потому что Иначе это будет проблема Да и в большинстве стран В которые ты проезжаешь Написано Съемки коптером Запрещены вообще И за этим очень строго следят И можно попасться Поэтому приходится Вот так вот балансировать Вот даже в Кении Мы снимали парк Национальный парк Нам повезло Что у нас гостиница Стояла в 200 метров В двухсотнях метрах От границы Формальной границы Нацпарка И вечерком В 5-6 часов Когда рейнджеры Уже все разъезжаются То есть это все Вот эти службы Которые контролируют Мы из нашей гостинички Взлетали И летели Снимали жирафов Слонов Антилоп И получились Потрясающие кадры Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...